Друзья, всем привет, добрый вечер. Вышел чрезвычайно интересный материал в журнале The Time, посвященный Украине и Зеленскому. Я обычно не делаю, так называемых, обзоров пресса, но эта статья важна для понимания того, что творится в голове у президента Украины. К сожалению, после прочтения я вот понял, что оправдались мои самые серьезные подозрения о том, что Владимир Александрович начал чувствовать себя мессией. Вот его последнее поведение, я не хотел давать этому характеристики, но вот слово мессианство подходит для описания того, что делает и думает Зеленский лучше всего. Как написали журналисты The Time, вынесли эту фразу в заголовок, никто не верит в нашу победу так, как я. Никто. И, собственно, в этой статье речь идет о том, как Зеленский стал, наверное, самым верующим в украинскую победу политиком в Украине. И что самое важное, в рамках этой веры, которая, безусловно, патриотична и, безусловно, если осматривать ее с точки зрения функции, функции абсолютно правильно, то есть не может быть главнокомандующим человек, который не верит в украинскую победу. Но при этом же потеряна связь с реальностью. То есть это когда вот ты разгоняешься на горке лыжной, начинаешь ехать вниз, и вот сначала тебе кайфово от той скорости, которую ты набрал, все на тебя тоже насмотрят, а в какой-то момент ты понимаешь, что скорость уже так высока, что затормозить ты не успеешь. И вот мне кажется, что, ну просто когда ты едешь на горке, ты понимаешь, что сейчас ты куда-нибудь въебешься, да, и вопрос торможения это вопрос твоей жизни. Вот у Зеленского, мне кажется, понимание того, что надо тормозить, нет. Вот он несется на полной скорости, и вот этот же материал в тайме говорит о том, что его окружение начало от него отказываться. Он от окружения нет, это тоже важный тезис, который мы обсудим, а вот окружение от него да, потому что комментарии, которые дают, так сказать, неназванные чиновники из ближайшего окружения президента о том, что он самый верующий в победу человек, он не воспринимает никаких комментариев относительно необходимости переговоров, он очень пристально следит за тем, чтобы все были, придерживались вот этой вот идеи украинской победы. Повторюсь абсолютно правильно, но люди, которые об этом говорят в окружении президента, они говорят так, что вот как бы из того, что я прочитал, вот вы возьмите, прочтите сами, сделайте свои выводы, они-то не верят. Вот Зеленский верит, он об этом говорит, а люди, которые дают интервью журналистам, не верят. И вот у меня есть ощущение, что они отскакивают от него таким образом. Говорят, нет, ну мы-то реалисты, а он мессианством уже начал заниматься, вот он все, он будет бороться до последнего, до последнего патрона, отстреливаться. И вот он поставил себе эту цель, и он к ней идет. И только если ты идешь с ним к этой цели, ты можешь быть рядом с ним. Но комментируя это, вот я просто подчеркиваю, да, я не говорю о том, что верить в победу плохо, или нам не нужно в нее верить, нет. Я говорю о том, что люди, вот эти вот полузешники, которые вокруг Зеленского собрались, комментируя вот таким образом журналистам то, что происходит в голове у президента, они по сути предают его и предают Украину. Ну потому что они потом скажут, что нет, мы это сразу понимаем. Мы сразу говорили ему, что он чуть-чуть не в себе, он неадекватно воспринимает ситуацию. Ну мы же знаем, мы знаем, знаете, вот он же окружил себя и показал всем пример глобального предательства. Как можно обманывать, петлять, кидать, поступать с кем, даже с теми людьми, которые тебе помогли на какой-то жизненном этапе, серьезно помогли, кидать их абсолютно цинично. И люди, которых он себя окружил, которые сегодня висят у него на ногах, на башмаках, только потому что, получается, оттуда достают карманы. Ну не в его уже, в государственную. И с помощью его ног перемещаются по кадровым позициям, по лестнице вверх, по карьерам и так далее. Но это пиявки. Он окружил себя пиявками, которые, демонстрируя полное ему повиновение, и говоря о том, что он величайший политик, довели ситуацию до того глухого тупика, в котором она находится сейчас, из которого, в принципе, никто не понимает, как выбраться. И потому декларируются цели, которые, на мой взгляд, труднодостижимы, даже при полноценной поддержке международных партнеров. Опять же, в этой статье написано, что эта поддержка начинает ослабевать. Да, речка с кудей, да, поточек начинает уменьшаться. И как на фоне сокращающейся поддержки, усталости, грядущих выборов в Европейском Союзе, в США, как на этом фоне удерживать ненужный темп для того, чтобы соответствовать внутренним убеждениям. Если Зеленский приходит на ставку верховного главнокомандующего и говорит, что наша задача на данный день 91-го года, что нам для этого надо? Говорит, вот больше этого, больше того, больше всего, больше пятого, больше десятого. А этого нет. То есть надо, ибо чтобы произошел аджаксмент, да, корректировка плана, корректировка срока, да, потому что понимаете, что любая цель, она делится на сочленение, да, это ресурсы, время и усилия. Это объединение. Без каждой из этих деталей невозможно реализовать никакую цель. Если ресурсов становится меньше, то усилий больше и времени больше, понятно, да? То есть больше усилий, это больше мобилизованных, больше времени, но длиннее война. Длиннее война, больше усталость, еще меньше ресурсов, и здесь начинает возникать вопрос достаточности запаса прочности, мобилизационного ресурса, экономического ресурса, стратегического, интеллектуального ресурса для продолжения и достижения тех целей, которые ставит перед собой президент. И то, что я читаю между строк в этом материале, говорит о том, что окружение Зеленского в достижение этих целей не верит. И уже сегодня пытается выстраивать мостик туда, к зарубежным партнерам, чтобы стать неким, на мой взгляд, медиатором, который будет доносить президенту, вот он не умеет, правда, слушать правду, он не умеет слушать критику, альтернативное мнение. И это еще одна проблема, с которой мы столкнемся чуть дальше, потому что концентрация власти, концентрация веры в себя, непонимание, почему происходят какие-то проблемы, почему не получается, ведь так все хорошо ехало, почему стали давать меньше денег, почему нет таких успехов, как были в 22-м году, когда освобождали прям области, выходили русские, мы заходили, Херсонская операция, Харьковская операция, почему нет этих успехов? Нет успехов, нет продвижения, нет эффективности, нет эффективности усталости партнеров, накопленные проблемы, долги, коррупция в окружении, скандалы, общая непрофессиональность власти вызывает легкое раздражение. У старых политиков, старой формации за рубежом падающий уровень доверия, при том, что там все рассказывают, 90%, 80%, вы сами понимаете, там воюющие страны, где политические репрессии стали нормой жизни, рассказывают о том, что ты не поддержишь Зеленского в прямом звонке, когда тебе говорят, здравствуйте, это социология, поддержите его Зеленского, и бейтесь от меня, конечно, поддержите. Этот комплекс факторов, он устрашает, потому что мы оказываемся, как страна, как государство, власти человека, мы ему эту власть дали, он ее полностью монополизировал, он сегодня с помощью карманной социологической группы Офиса Президента, в общем случае, это служба, которая с ними сотрудничает постоянно, с момента начала выбора. Публиковал опрос, в котором рейтинг доверия к президенту, там, общий рейтинг, больше 80%, а рейтинг доверия к Верховной Раде 5%, 25%. Что, собственно, дает ему основания сказать, смотрите, мне доверяют больше 5% населения, в Верховной Раде никто не доверяет. Поэтому то, что я узурпировал власть, это соответствует пожеланиям народа в военное время. И этот человек сегодня капсуализировался вот в том, что он не видит выхода из ситуации, в которую он сам зашел, обозначив очень сложно, будем говорить так, достижимые цели по войне, по контрнаступлению, по деньгам и получению средств от международных партнеров. Вот эти планы, которые он настроил, они, ну скажем так, сложно реализуемы. Для того, чтобы концентрация власти, военная экономика на военные рельсы, не воровать, а этого всего нет. И составляющих не получается их составить. То есть цель есть, и поэтому она поставлена такая далекая, что, в принципе, может быть, и спрашивать уже будет не с кого, когда подойдет вопрос, где вот то, что мы обещали. Капсуализировавшись в своем, в этом собственном соку, в окружении, которое, повторяюсь, да, я вам это говорю годами, он не слышит альтернативного мнения. И когда кто-то ему об этом говорил, в том, чем он был несогласен, от этих людей избавлялся, прямо или косвенно. Всегда такое было. Дубинский, Разумков, министры, главы нацбанков, работники прокуратуры, вот все, кто говорил ему что-то не так, против, вопреки, всех он убирал. Вокруг он сказал, кто остался? Он выхолостил полностью свое окружение, доли заблюдов и конформистов. Да, 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 да. Да, позвоню Блинкину, пусть Магдональдс откроет. А потому что другой функции нету, нету. Все Владимир Александрович на себе. И соглашающиеся вот эти вот, если бы не знаю, вы ездили в советском автобусе, на торпеде стоял такой китайский бажок, и на каждом ухабе он делал так головой. Вот это вот окружение Зеленского, а он руководит этим всем, а не все, да, 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 да. А кто должен ему прийти и сказать, смотрите, надо подкорректировать здесь или там? Нет, такого человека нет. А соответственно, уверовавшись в том, что он делает все правильно, а это все просто досужая критика, он продолжает и дальше заходить вот в тот тупик, в который он себя заводит. И с собой заводит всех нас. И мне очень сложно представить, что может стать таким лучом света в этом темном царстве, поверившего в себя царя, узурпировавшегося в руках всей ветви власти, монополию свободы слова, монополию мысли, монополию правоохранительных органов, монополию парламента, монополию всех карательных структур, который чувствуется непогрешимым и при этом, делая каждый свой шаг, понимает, что отойти назад он уже не может, потому что если вдруг где-то даст слабину, эта монополия разрушится, а вместе с ней придут все спрашивать долги. У долгов у него вопросов так у большого количества людей накопилось, что потеря власти для него, разворот курса означает угрозу того, что придут и спросят. За все, за разное. Каждого свое там будет. А соответственно, он не может никуда деться. То есть он в этой лодке, у него переживство это погружение, и он все, он всплывать не может. Там его ждут торпедные катера. Это понятно. Не надо, мне кажется, это рожом. И таким образом он становится антидвижущей силой. То есть человеком, который не ведет нас на выход из этой ситуации, а еще глубже в нее загоняет, потому что мы вместе с ним в этой подлодной лодке с заложником, он глубже загоняет, деваться некуда. Уже все. Уже остается только верить, что там на дне есть такой выход в параллельный мир, раз антиподы, мы вынырнем, и все будет хорошо. Что земля-таки плоская, и в общем-то нам есть куда пробивать дно. Вот о чем этот материал. Он так очень-очень эзоповым языком говорит о том, что Дереский слишком сильно верит в себя и не слышит больше никого другого, и не понимает, почему к нему предъявляются претензии, и не понимает, почему его критикуют, потому что он ставит перед собой великие цели, а вокруг него все говорят, что он прав, и никто не может ему возразить. Даже тот факт, что он в этом интервью, опять же, из материала сказано, что он уволит одного министра и одного генерала, говорит о том, что он просто потерял свою реальность. У нас нет никаких решающих что-то министров в украинском правительстве. Как равно нет и никаких генералов, которые что-то решают в украинской армии. Все решает один человек. Это как Суркис, тренирующий Динамо. Но вернее, кто бы не приходил тренером в Динамо, все равно решение будет принимать Суркис. Так и здесь. Кто бы не назначался министром, все равно решение будет принимать Владимир Александрович или Ермак, или кому они там позволят это сделать. То есть увольнение каких-то, ну, непонятно, картонных фигурок, солдатиков, переставления на поле ни на что не влияет. А это говорит о том, что претензии к нему, которые предъявляются по его окружению, по коррупции этого окружения, до него не доходят. Он не видит в этом проблему. Он считает это атакой на себя. Врагов, соперников, политических оппонентов, кого хотите. Но это, он святой. И он свято верит в свою исключительность. Ведя нас, на мой взгляд, в политическом, социальном, экономическом плане на эшифу. Ваши комментарии под этим видео обсудим давайте. Дубинский в YouTube, Дубинский проф, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter, TikTok. В этом подпишитесь на мой канал, потому что чем больше подписок, тем больше продвижений видео. А сегодня не так много людей, которые готовы в открытую говорить о том, что происходит во власти и в Украине. Будьте здоровы, хорошего вечера, скоро увидимся. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова